Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тема дня». Сегодня она выходит в не совсем обычном формате. Мы не в студии ввиду особой занятости нашего собеседника. Вот сейчас меня предупредили о том, что у нас есть буквально 15 минут. Мы находимся в сквере у городской администрации и побеседуем сегодня с Вячеславом Викторовичем Двораковским, мэром города Омска. 100 дней, как он находится в этой должности, исполняется на днях. И у нас, конечно, накопилось очень много вопросов. Ну, Вячеслав Викторович, первый вопрос. Чем сотый день мэра будет отличаться от любого другого на посту руководителя? Ну, вы же понимаете, что сотый день, это, наверное, журналисты и придумали. Это будет обыкновенный рабочий день. Просто уж раз прошло 100 дней с момента начала работы, хочется подвести какие-то итоги, да, хочется почувствовать или ощутить, да, каким образом проявляет себя новая администрация и какие можно в этой ситуации сделать выводы. Поэтому будет обыкновенный рабочий день. И потому, что будет этот день сделано, нужно судить, что сделано. Было предыдущее 100 дней и в каком состоянии мы находимся. Вячеслав Викторович, вы много лет проработали в городском совете, были спикером. Сейчас вы стали мэром, знаете проблемы города изнутри, есть разница? Нет, проблемы городские глазами мэра и глазами депутата, они, в общем-то, выглядят одинаково совершенно, да. А вот пути решения этих вопросов, да, они выглядят по-разному. И, на мой взгляд, в чем заключается разница? От администрации, которую возглавляет мэр, непосредственно требуют конкретных решений, да. Вчера не было тротуара, сегодня должен быть тротуар, да. А от депутата требуется таким образом принять наши нормативно-правовые акты в городском совете, чтобы мэр имел возможность этот тротуар быстро сделать, который требуют жители. Вот понимаете, разница какая? И когда, значит, идут порой споры о том, что деньги выделены на это, нужно столько, один говорит много, другой мало, вот нужно здесь соединить интересы депутата и соединить интересы мэра. Потому что у депутата еще одна особенность, она из советских времен идет. Когда они приходят на округ, жители задают им конкретный вопрос, да. Течет кровля, значит, нет ливневки, нет освещения на улице и прочее, прочее. Что отвечает депутата? Можно сделать. Он тут же требует от мэра. А то, что этот вопрос каким-то образом мог не быть обеспеченным нормативно-правовым актом, да, в этот момент у депутата не приходится, так сказать, думать, он должен что-то решать. И вот изучая эти проблемы со стороны обеспечения условий и со стороны выполнения конкретных дел в городе, да, вот здесь есть суть того самого, как говорят, противовеса, да, власти административной и власти исполнительной, да. Задача одна, но одна другую уравновешивает. Ну, сразу же про городской совет не могу, конечно, не задать вам вопрос. Выборы спикера, главный политический скандал, наверное, за последнее время в Омске. Что вообще можете сказать, как охарактеризовать эту ситуацию, каким должен быть новый спикер, какими качествами он должен обладать, вот, уже следуя современным тенденциям? Чего вы ждете от этого человека? Современные тенденции или устаревшие тенденции, что ждут от человека? Для того, чтобы он свою работу выполнил таким образом, чтобы орган местного самоправления в лице городского совета мог решать те задачи, о которых мы только что говорили, да. А для этого представителю горсовета нужно просто организовать работу, сегодня 39, а вообще 40 депутатов у нас в городе Омске, и чтобы они все дружно и всем коллективом вот реагировали на создание условий для развития города, да. Вот, поэтому, соответственно, опыт должен быть человека. А в данном случае мы, конечно, говорим уже о личностях. В данном случае это Галина Николаевна Горст, и вот она как раз работала в комитете по местному самоправлению законности и правопорядку. Вот там основные принимаются решения по созданию условий для функционирования власти и для создания правил жизни в городе Омск. То есть обратить внимание на то, что человек в течение прошедшего созыва был председателем комитета и глубочайшим образом вникал в каждый вопрос, да, и вел себя деликатно. Вот на это обратили внимание, не обратили внимания. А вот то, что она мягкая, обратили внимание. Цербер нужен. По кнуту соскучились. Я думаю, что как раз вот человек с соответствующим характером, который последовательно подходит ко всем вопросам, без эпатажа и без различных, так сказать, громких заявлений добивается результата. Я думаю, наступило ему такое время. Мы же все отчетливо понимаем, что объединив усилия, мы только тогда сможем что-то изменить. Хоть в семье, хоть в городе, хоть в стране, поодиночке, какого-то там не поставил бы героя, каким бы там, мягко говоря, креативным подходом к жизни, с резким характером, там, способностью всех подчинить себе. Вчерашний день, ребята, не нужны вожди. Некуда нам везти, не собираемся мы Индию завоевывать. Нам нужно объединить всех, чтобы мы решали наши городские проблемы. Вячеслав Викторович, вышли на выборы с таким лозунгом, убеждением, декларировали везде эту фразу, что должность мэра и обязанность мэра – это делать город удобным для жизни мячей. И должность – это вовсе не политическая, а хозяйственная. Вот если расставлять приоритеты первое, второе, третье, четвертое, в каких отраслях сегодня в городском хозяйстве нужно наводить порядок, коротко, если говорить, вот именно в приоритетах? Смысл заключается в том, что проблем всегда много. Что мы называем проблемой? На моем языке проблема – это когда есть… Это очень важный, кстати, момент, что считают проблемами жители, и мы в городе Омске. Да, проблема – это то, что мешает жить, а ты не знаешь, как это устранить. Вот это вот проблема. Я считаю, что сегодня говорить нужно не столько о проблемах, а столько о том, что нужно сделать, чтобы вот это мы выполнили тот или иной показатель жизни удобной или комфортной. Автобус, между автобусами перерыв 30 минут, надо, чтобы был 12. Решаем проблему, надо и заниматься, да. Дороги мы ремонтируем, достаточно, недостаточно. Ямочный ремонт устраивает всех, не устраивает. Вот этот вопрос нужно отлаживать, да. Это капитальный ремонт жилого фонда. Достаточно мы его делаем, недостаточно. Сносим аварийное жилье быстро и оперативно, чтобы люди не рисковали жизнью. Вот вопросы, которые нужно решать. Да, детские садики, совершенно верно. Вот это вот вопросы. Это то, что нужно, что называется, сиюминутно, то, что накопилось. То, где мы не опередили время, а вот догоняем его, да, создаем условия. А по большому счету функция заключается в том, чтобы успевать развивать все отрасли, вот. И дорожно-транспортной сетью, которая сегодня нас всех в пробки загнала, не их обсуждать, а строить дороги таким образом, чтобы они не возникали. Вот одно, устранить то, что мешает, а второе, таким образом работу строить, чтобы мы успевали двигаться вперед и эти проблемы не возникали. Не так давно вы общались с губернатором. Виктор Назаров приезжал к вам в городскую администрацию. Впервые за 15 лет руководитель области переступил порог мэрии. Многое для журналистов осталось за закрытыми дверями. Знаем, что говорили вы о трехсотлетии. Подробнее можете что-то сказать об этой теме, детали какие-то разговора и этот приезд. Означает ли то, что мы вышли на новый уровень взаимоотношений городских и региональных властей? Ну, я думаю, что вот в тот день, когда Виктор Иванович приезжал, уже не было нового. Новое было, наверное, когда он объявил о том, что город и область это единый механизм или организм, дословно не помню. И что только в организации совместной работы, учитывая и нужды того и другого муниципального образования, и сельского, и городского, в комплексе решать, значит, это будет правильно, это пойдет всем на пользу. Вот это вот было, пожалуй, новое. То, что он приехал... Ну, тоже какой-то знак, что он к вам приехал. Знак совершенно. Почему трехсотлетие? Потому что накопилось достаточно много материала по трехсотлетию. Что-то в программе можно изменить, что-то убрать, что-то добавить, но мы здесь все связаны тем, что это федеральный документ, постановление правительства. И нужно было подготовиться к встрече с руководителем оргкомитета по трехсотлетию. Поэтому мы на месте со всеми документами, что там было на столе, чтобы эти папки не таскать. Ну, к вопросу больше организационного характера, революционного такого ничего. Да, именно подготовка. Как сделать, чтобы это прошло у нас организованно, чтобы мы все успели сделать, и чтобы действительно мячи почувствовали тот самый комфорт, который праздник им принес. Вопрос мой следующий. Сто дней практически вы мэр города. Какое решение, их было принято много все-таки за это время, вы все-таки человек больше не кабинетный, постоянно ездите, на месте решаете какие-то проблемы, что-то выясняете, принимаете решение. Какое решение далось вам тяжелее всего? Что было, может быть, трудным, сложным? Нет, самая большая, вообще всегда трудность самая большая, она заключалась в том, что нужно было заменить часть работников аппарата мэрии. Всегда же имеешь дело с живым человеком, и когда человек лишается какого-то места работы, это, в общем-то, очень непросто. Но, тем не менее, вот эту трудность пришлось пережить, поскольку это потребность, будем говорить, объективного свойства. Ну, а остальные вопросы, они, так сказать, простых здесь нет. У вас очень напряженная работа. Как вам удается отдыхать, где-то сбросить нервы какие-то? Удается ли здесь, в этом скверике гулять, он очень живописный? Вечерняя прогулка, часовая, это просто крайняя необходимость. Ну, вообще, я, кроме того, что там, ну, люблю охоту, кстати, с выборами на эту должность в этом году, я ни разу не был ни на открытии, нигде вообще. Золотая осень ушла, а я так и не выехал, поэтому не удалось расслабиться. Спасибо большое, Вячеслав Викторович, что нашли время для общения с нами, желаем вам удачи, ну и надеюсь, что нам будет о чем рассказать и вам, и нам вас о чем спросить. Спасибо большое, что нашли время для общения с нами. Я напомню, что на 12-м канале была программа «Тема дня», беседовали мы с мэром города Омска Вячеславом Двораковским. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!